На очередном заседании Оперштаба по обеспечению устойчивости развития экономики региона с учетом внешних факторов председатель правительства Республики Дагестан Абдумуслим Абдумуслимов обсудил с участниками совещания ход проведения мероприятий по строительству и капремонт социальных объектов. Глава Кабмина отметил, что в рамках НАСПроектов образования и демографии в Дагестане предусматривается строительство 58 объектов образования и 37 объектов в рамках РИПР. Необходимо в ежедневном режиме мониторить ход этих работ. Если работы на каком-либо объекте проводятся с отставанием от графика, то необходимо увеличивать количество задействованных рабочих, переводить работу на режим нескольких смех. Все объекты к первому сентября должны быть готовы к приему школьников. При этом качество работы должно соответствовать всем нормам безопасности. Речь прежде всего идет о здоровье наших детей. Министр строительства Республики Дагестан Артур Сулейманов отметил, что в рамках республиканских и федеральных программ в 2023 году осуществляется финансирование строительства и проектирование 105 социальных объектов на сумму 11,1 млрд рублей. В том числе финансирование строительства и проектирование названных главой Кабмина 58 объектов образования, 50 школ на 24 588 мест и 8 детских садов на 1371 место. Практически всем объектам у нас сегодня уже идется строительство. Есть три объекта, по которым стройка еще не начата. Это один из них, это школа в селении Новососетле, Союзского района. Здесь мы поздно внесли изменения. В прошлом году мы заключали контракт в декабре месяце. В данный момент уже проект сделан на противопертизе. В апреле месяце мы выйдем на земельный участок и начнем строительство данного объекта. Министр образования и науки Республики Дагестан Яхья Абучаев также добавил, что в рамках реализации федеральных и республиканских программ в Дагестане в прошлом году введены в эксплуатацию 33 объекта образования на 7790 мест. В том числе 9 школ на 4040 ученических мест и 24 детских сада на 3750 мест, которые планируются торжественно открыть в 2023 году. Учитывая социальную значимость открытия с 1 сентября 2023 года данных объектов образования полагаю необходимым ответственным органам исполнительной власти, а также главам муниципальных районов городских округов, принять все необходимые меры по своевременному устранению выявленных нарушений для дальнейшего обеспечения получения положительного заключения Санфин и выдачи лицензии на расширение образовательной деятельности. На сегодняшний день рабочая группа и ведутся работы по оформлению правоустанавливающих документов на указанные объекты. Устранение замечаний Роспотребнадзора и дальнейшего лицензирования объектов в 1 сентября 2023 года. Кроме того, на заседании также были подняты следующие вопросы. Меры по противодействию распространению вирусных инфекций среди детей, проведение весеннеполевых работ и другие вопросы. Отметим, что по каждому вопросу было принято соответствующее решение. Осия Тумалатова, Гаджи Гаджиев, Новости, Телеканал Среда.